Есть очень интересный рецепт баранины. Так, баранину готовят на празднике на Ближнем Востоке. Ты знаешь, вообще интересно, что рис с бараниной это вообще классическое сочетание. Вот это именно такое сочетание риса с бараниной, но баранина в данном рецепте фаршируется рисом. По-моему, это очень интересно, тем более, что используется рис в басмате, я его очень люблю. Итак, одна крупная луковица. Крупная, потому что у меня большой кусок баранины. Если у тебя кусок баранины не такой большой, то можешь взять и луковицу помельче. Порезать ее довольно такими небольшими, я бы сказала, кусочками. То есть это у нас не полукольца и не кольца, а вот такие вот маленькие квадратики. Чеснок. Два зубчика чеснока в начинку. Тоже такими же квадратиками порезать. Взять тяжелую большую сковороду. Желательно взять сковороду такую, которую ты потом можешь поставить в духовку. Столовую ложку растительного масла. Лук с чесноком. Тут же, пока лук у меня начинает обжариваться, три гвоздички. Три такие, в которых есть, видишь, это вот такая маленькая верхушечка. Растереть пол чайной ложки кориандра и чайная ложка тмина. Просто слегка раздалить. Мы готовим смесь, которая будет на Ближнем Востоке. Люди едят очень приправленно, очень вкусную, ароматную еду. Четверть чайной ложки сухого имбиря и чайная ложка с горкой куркумы. Эту смесь отправляю к луку. Лук должен стать золотистым. Ну а специи, как ты понимаешь, при нагревании очень-очень становятся активными. Начинают пахнуть еще сильнее. Лук золотистый даже от куркумы становится очень красивого цвета. Ну вот. Еще минутку специи на огне. 150 миллилитров воды мне понадобится. и 75 грамм риса. Сначала рис должен пропитаться всеми специями, так как если бы ты готовила ризотто. Ароматы фантастические. Посолить, поперчить. Черного перца и немножко красного перца. Красного не чили, а тот, который называется розовый перец. Он тоже, он не очень острый, конечно, не такой острый, как чили, но очень-очень ароматный. Так. И теперь добавляем воду. На медленном огне накрываем крышкой и оставляем на 10 минут. Теперь, что касается самого мяса. Идеально, если ты найдешь мясо, которое у тебя просто из него вынута косточка, потому что тогда будет удобней его фаршировать. Но у меня оказалось, оно распластанное уже. Тоже ничего страшного. Что мы с ним делаем? Мы его натираем немного солью, перцем. Продолжаем дальше готовить начинку. В начинку еще пойдут финики, кедровые орехи. Значит, чтобы финики у тебя должны быть без косточек. Без косточек они должны весить где-то грамм 100. Тебе нужно грамм 100 фиников. Вот такие обыкновенные финики. Вообще, финики вещь замечательная, кроме того, что очень вкусная, еще и очень полезная. Потому что сахар, который находится в финиках, это та самая фруктоза, которая в кровь освобождается довольно медленно. Поэтому, если ты голодна, ты можешь съесть парочку фиников. И все, и у тебя чувство голода пройдет. Да и вкусно просто очень. Особенно, если ты сладкоежка. Да, кстати, насчет орешков. Горсть кедровых орешков. Грамм 50. Не добавляя масла, ставишь на сковороду, чтобы они обжарились. Ох, помнишь, какой мы плов ели в Азербайджане? Да, с перебелками, по-моему. Когда он так запекался в таком этом золотистом, красивом. Вот орешки готовы. Можно оставить ненадолго на сковороде, но снять. Видишь, какие они получили золотистые. Когда намедленно магниты их обжариваешь, ты не рискуешь, что они сгорят. Пусть доходят. Финики тоже почти готовы. Как только финики ты порезала, финики отправляем к начинке, которая уже почти готова. Прошло, наверное, минут 8. Осталось пару минут. Все там провести под крышкой. Хотя мы сейчас и посмотрим. Посмотри. Да он уже готов, этот рис. Посмотри, как замечательно. Он не должен быть окончательно готовым, потому что, когда барайна будет зафарширована, она проведет в духовке 2 часа. Поэтому рис, естественно, дойдет. Тем не менее, все-таки мы его оставим еще на парочку минут здесь. Сюда же добавим орехи. Еще на пару минут под крышкой. Теперь надо приготовить большую такую доску, на которой будет удобно фаршировать мясо. У меня большой одной нет. Но вот две вместе именно то, что нужно. Значит, как только мясо у тебя подготовлено к тому, чтобы фаршировать, если у тебя начинка... Начинку можно приготовить заранее. Можно, например, было ее сделать вчера. Но если она остыла, то просто ты ее не подогреваешь, так же холодное раскладываешь. Но если она теплая, и ты уже разложила ее в мясо, нужно как можно скорее мясо отправлять в духовку. Поэтому здесь уже ждать нельзя. Она все равно будет вываливаться, когда ты будешь подавать это мясо. Но в этом ничего страшного нет. Это как бы так и задумано. Главное, чтобы мясо успело пропитаться запахами. Конечно. И мясо, чтобы успело пропитаться, и рис, чтобы успел дойти. Потому что все-таки он не до конца проготовлен. Значит, что мы делаем? Лучше всего это мясо отправлять в плотную форму. Поэтому вот в этой прямо сковороде, где у меня готовился рис, не мою ее, просто очень тщательно освободив от риса, чтобы он не пригорал, прямо в эту сковороду я выкладываю вот так мою баранину. И прямо здесь на месте добавляю оставшуюся начинку, которую мне не удалось там уместить. Если у тебя нет такой тугой формы, а просто есть противень, тогда лучше всего перевязать эту твою баранину какой-нибудь веревкой шелковой, или такой специальной веревкой, которая используется для приготовления пищи. Так, обязательно накрыть фольгой. Прямо вот так вот, чтобы плотно она прилегала. И отправляю в духовку, которая у меня разогрета до 200 градусов, на 2 часа. То есть, естественно, нужно поглядывать, естественно, фольгу в какой-то момент нужно снять. Может быть, даже придется мясо перевернуть. Но, в принципе, оно должно готовиться 2 часа, а может быть и больше, если очень большой кусок. Полчаса на килограмм мяса, плюс еще сверху 45 минут. Вот и высчитывай. В принципе, это мясо не должно быть розовым внутри. Это мясо должно быть абсолютно совершенно проготовленным. Как там у меня мое мясо? О, мясо хорошо пожевает. Посмотри. Вот какая корочка. В принципе, я думаю, что ему осталось не так долго здесь уже провести. Попробовать надо. Да, ну еще, наверное, часок. Половину срока оно своего провело уже здесь. У меня к этому мясу есть замечательный соус. Это соус из дикой брусники. Он очень хорошо к мясу подходит, потому что у него такой кисло-сладкий вкус. Сварай мне замечательно. Ах, какие ароматы. Сойти с ума. Итак, еще на часок я отправляю мое мясо в духовку. Мясо должно быть уже готовым. Сейчас мы проверим. Снимаем фольгу. О, красота. Теперь можно его, конечно, оставить и подавать прямо так, в том чугунке-казанке, в котором оно у тебя готовилось. Можно его вынуть, например, в какую-нибудь такую глубокую форму. Тоже, которую можно поставить на стол. Так, вот какое получилось, на мой взгляд, роскошество. Ну, а если разрезать, то, по идее, в середине оно у тебя должно выглядеть вот так. Видишь? То есть, как я и сказала, оно не может быть розоватым, но должно быть очень мягким. Вот так. Ну, и подавать, естественно, вместе с этим рисом. Продолжение следует...